Здравствуйте, друзья! С вами канал Просто Училка и я, Елена Владимировна. Одна девочка попросила меня разобрать тему, как искать общий знаменатель для трех дробей. И сегодня мы подробно разберем четыре примера. И в конце четвертого примера вы легко будете уметь находить наименьший общий знаменатель трех дробей. Давайте выпишем знаменатели 65, 50 и 650. Выписываю. Друзья, сначала нам нужно разложить все три числа на простые множители. В этом примере я покажу, как раскладывать на простые множители, а потом вы будете делать это сами. Итак, простые множители – это такие числа, которые делятся только на себя и на один. Вот 5. Я уверена, что число 65 точно делится на 5, признак деления на 5. 65 разделить на 5 будет 13. А 13 делится только на 13, потому что 13 – это простое число. Оно делится только на 13 и на 1. Делим всегда до единицы. 13 разделить на 13 – будет 1. Начинаю делить 50. Чувствую, что 50 делится на 5, потому что в конце числа был 0, а это признак делимости на 5. 50 разделить на 5 будет 10. 10 делить на 2 – будет 5. 5 делить на 5 – будет 1. Доделили до единички. Делим 650. 650 я опять разделю на 5. Я просто догадалась, что будет 130. Поняли, почему догадалась? Потому что 65 делилось на 5 и получалось 13, а 650 поделить на 5 – будет 130. Разделю 130 на 2 – будет 65. 65 разделю на 5 – будет 13. А 13 разделю на 13, и будет 1. В каком порядке писать разложение на простые множители? В любом. Как Бог пошлет. Что в голову придет, на что вы лучше делите? В любом случае вы получите вот такое разложение. Теперь выпишем разложение самого большого числа из этих трех. Самое большое – 650. Я напишу, что это наименьшее общее кратное… Он же и есть наш наименьший общий знаменатель. Наименьшее общее кратное чисел 650, 65 и 50 – это. И полностью выписываю разложение числа 650, потому что оно самое большое. Это 5, умноженное на 2, умноженное на 5, умноженное на 13. А вот теперь хитросться в том, что мне нужно увидеть все числа и 50, и 65. Вот в этом разложении. Остальные числа содержатся в виде разложенных множителей в самом большом моем числе. Будем делать так. Парочки соединять. Если здесь 5 и здесь 5, совпала парочка? Совпала. Здесь 2 и здесь 2, совпала парочка? Совпала. Здесь 5 и здесь 5, тоже совпала парочка. Значит, число 50 полностью влезло в число 650. Смотрим, а для 65 пригодится или нет. Точно так же действуем. Пятерка была. Была. 13 было. Было. Значит, число 650 тоже подойдет для числа 65. Следовательно, наш наименьший общий знаменатель, оно же наименьшее общее кратное, это и есть 650. Это был легкий случай. Сейчас мы будем рассматривать более такие любопытные случаи. А теперь давайте поищем наименьший общий знаменатель для чисел 63, 147 и 55. Для начала разложим их на простые множители. Давайте я это промотаю, потому что уверена, что вы уже умеете раскладывать ваши числа на простые множители. Только что я разложила эти три числа на простые множители. Теперь, как вы помните, нам нужно искать наименьшее общее кратное чисел. Выпишу с большого. 147, 63 и 55. Выписываю разложение самого большого числа. Это 3 умноженное на 7, умноженное на 7. Выписываю 3 умноженное на 7, умноженное на 7. Теперь я иду в число 63. И делаю парочки. Тройка была, была. Семерка была, была. Но дело в том, что у 63 была еще одна тройка. А в том числе, которую я выписала, ее не было. А вот ее нужно выписать. Лишнюю тройку выписываю сюда. Теперь я вижу, что все множители числа 63 у меня попали в мое наименьшее общее кратное. Смотрите, 7 есть, 3 есть, 3 есть. Все, число 63 появилось. Вот в этом разложении, которое мы сейчас пишем. А вот теперь совсем беда. Давайте смотреть. 5 есть в разложении этого числа? В числе 147 есть пятерка? Нет. Значит, я ее сразу сюда отправляю. То есть умножить на 5. А теперь еще и 11. 11 здесь не было. Нету здесь 11. Отправлю сюда. Получится интересное число. И опять помогло нам наименьшее общее кратное. Давайте еще потренируемся. Поступаем, как обычно. Выписываем все знаменатели. Приступаем к разложению на простые множители. Начинаем смотреть. Парочки соединяем. В 12 была тройка? Да, она тут есть. Соединим. Вторая. Так, тройку сделали. Теперь двойка была. Была. И вторая двоечка тоже была. Получается, что 12 полностью влезло в 60. Вот 12. Вот 12. Следовательно, ничего не дописываем пока. Теперь здесь 3 и 5. Смотрим, было такое у 60? Троечка была. Пятерочка была. Следовательно, 15 тоже влезло в 60. Получается, что наименьший общий знаменатель, оно же наименьшее общее кратное, вот этих трех чисел, это и есть 60. Ну что, последний пример сделаем, товарищи. 2 умножить на 2 умножить на 3, на 3, на 3. Ищем 72 в нашем числе 108. Поехали, с двоечки начнем. Двойка совпала. Вторая двойка совпала. А третьей двойки нет. Мы ее сейчас допишем вот сюда. Теперь мы видим, что вот в этом вот списке появилась недостающая нам двойка. 2, 2, 2. 2, 2, 2. 3, 3, 3, 3. Все, число 72 мы запихнули вот сюда. Теперь смотрим, что у нас с 90. 2 и 2 совпало. 5. Смотрите, здесь не было пятерки. Смело дописываем в разложение пятерку. Что с тройками? Раз, троечка. Совпало. И два, троечка. Совпало. Не было только пятерки. Мы ее дописали. Ну, проверим. 2 есть 5. Вот оно 3. 1, 3, 2. Все. Давайте перемножим. 1,080. Вот теперь я надеюсь, что вы поняли, как искать. Наименьшее общее кратное в нашем случае это и есть наименьший общий знаменатель. Я желаю вам удачи. Если что-то непонятно, обязательно присылайте мне номера в комментариях. Я вам помогу. И удачи на контрольных экзаменах. Это ни пуха, ни пера. Это не пуха, ни пера. Продолжение следует...